Белые шары для всех желающих раздавались бесплатно, а вот чтобы надуть их гелием, надо было заплатить по 200 тенге. Кроме того, среди пришедших ходили волонтеры с урной для пожертвований на памятник Тамерлану. Тысячи людей, жители города Октябрь и не только замиранием сердца, следили за судьбой данного мальчика. И вот у общества осталось очень много вопросов, от чего в действительности умер малыш, почему его нельзя было спасти, и за что судьба была с ним жестокая. Вот хотелось бы знать не только мне, но и обществу, жителям города Октябрь и не только. Организаторы митинга – волонтеры, принимавшие участие в поиске мальчика. Все средства, собранные в ходе акции, передадут родителям погибшего. Ребенок совсем 5 лет, он невиновный Ангел. Спасибо вам большое за ваше участие. После нескольких теплых слов о Тамерлане, все пришедшие выпустили белые шары в небо. Напомним, с 10 октября ежедневно Тамерлана искали полторы-две тысячи человек. В социальных сетях и СМИ были опубликованы его фотографии. На территории области было развешано около 15 тысяч ориентировок. Оперативно-розыскные мероприятия проводились не только по области, но и по всей республике. Как говорят в полиции, пока не будет проведена судебно-медицинская экспертиза, нельзя точно утверждать о причинах смерти Тамерлана Сандыбаева. Сейчас идет расследование, и, как пояснили в ДВД, результаты судмедэкспертизы из-за важности тщательного анализа будут готовы нескоро. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!